Жанна Антуанетта Пуассон, более известная как Маркиза Тепампадур. Официальная фаворитка с 1745 года французского короля Людовика XV, которая на протяжении 20 лет имела огромное влияние на государственные дела, покровительствовала наукам и искусствам. Происходила из семьи финансистов, фактически из третьего сословия. Ее отец Франсуа Пуассон спекулировал на черном рынке, но в 1725 году разорился и бежал из Франции, оставив жену и детей на побечении Ленормана де Турнема. Благодаря этому человеку девочка получила образование, подобающее жене аристократа. Она знала музыку, рисование, пела, играла на сцене, декламировала. Приемный отец выбрал ей в мужье собственного племянника и наследника, Шарля Гиома де Этиоля. Венчание состоялось в 1741 году. Три года спустя у супругов родилась девочка, названная Александриной, которая умерла в 1754 году. Все последующие роды заканчивались для Жанны Антуанетты неудачно. Красота и живой ум молодой мадам де Этиоль сделали ее известной в столичном обществе. С ней искал знакомство сам Вольтер. Очень мало интересуясь своим мужем, она весело проводила время в обществе блестящей молодежи. Ее держал на приеме банкир Жаза в Пари. Подыскивая способ возвыситься после смерти крадинала Флёри, он смог представить молодую женщину королю Людовику XV, который незадолго до этого потерял свою фаворитку герцогиню Дешитару. В ночь с 25 на 26 февраля 1745 года в зеркальной галерее был дан тисовый бал, по случаю брак сочетания дофина. Придворные надели костюмы тисовых деревьев, сам король явился в маске. Жанна Антуанетта прибыла в костюме богини охоты. Уже тогда обратили внимание, что король не желал общаться ни с кем, кроме прекрасной незнакомки. Через три дня они вновь встретились на балу в столичной ратуши. Вскоре мадам де Этиоль заняла вакантное место официальной фаворитки. В Версале в ее распоряжении были предоставлены несколько комнат, расположенных прямо над королевскими покоями и соединенных с ними по тайной лестнице. В июле король подарил ей усадьбу Помпадо вместе с титулом маркиза. После получения доходной синекуры муж дал ей развод. Через год король преподнес своей подруге участок Версальского парка площадью в 6 гектар, где был возведен скромный эрмитаж. Еще через два года маркиза приобрела неподалеку усадебный дом Лассель. К ее услугам был целый штат Фрейлин. По отношению к королеве Марии Лещинской она вела себя почернутой уважительной. Королева была на 7 лет старше супруга. Глубоко религиозно и после рождения 10-го ребенка заявила любвеобильному Людовику, что больше не намеренно делись с ним ножом. Историки 19 века описывали Людовика как разратного, ленивого и никчевного правителя, вместо которого страной правила энергичная мадам Помпадо. Около 1750 года маркиза по совету медиков перестала проводить ночи в спальне короля. С тех пор их связь носила платонический характер. Она переехала из чердачных апартаментов в более просторные и заняла в столице роскошный отель Дееврё. За продвижением по службе по-прежнему приходилось обращаться к ней лично. Маркиза ведала всеми придворными приемами и увеселениями. Лично подбирала для короля юных любовниц. Увеселения по стройке наряда Помпадо стоили достаточно дорого. За 20 лет при дворе она истратила на свои туалеты 350 035 ливров. Ей принадлежало свыше 300 ювелирных изделий, в том числе бриллиантовое колье стоимостью 9359 франков. Она обожала шампанское и регулярно заказывала себе суп из трюфелей и сельдерея, вымоченного в ароматизированном шоколаде. Её именем называли высокую прическу с валиком, обстановку в квартирах, постройке, костюмы. Она задавала всей Европе моду своим умением выглядеть роскошно и вместе с тем как бы непринужденно. Внешняя политика Франции в середине 18 века не привела к упрочнению её положения на международной арене. Однако винить в этом следует не столько маркизу, сколько отсутствие государственных талантов и высшей аристократии. Маркиза ударила кардинала Берни из Министерства иностранных дел, назначив вместо него своего любимца, герцога Шуазеля. А тот склонил короля к союзу с Австрией, что означало пересмотр вековых принципов европейской внешней политики. Разгоревшаяся вскоре затем семилетняя война складывалась для Франции неудачно. Причем общественное мнение винило в этом не прогнившее общественное устройство, а маркизу де Компаду. Известно, что она выдвинула в командующие герцога Ришелье, несмотря на его дурную репутацию. Известие о поражениях на полях сражений усиливало её меланхолию. Вскоре по окончании войны она умерла, предположительно от рака лёгкого. Одним из последних её деяний был пересмотр дела Жанна Каласа, на котором настаивал Вольтер. По отзывам современников, Людовик со временем настолько отдалился от Жанны Антуанетты, что принял известие о смерти драгоценной подруги вполне равнодушно. Ей было всего 42 года. Прощание с маркизой состоялось в её Версайском особняке. Её похоронили рядом с матерью и дочкой, скрепимый на старе Капуцинок, который находился на месте в Андомской площади. Любимым стилем мадам де Помпадур была Рококо. Она покровительствовала Франсуа Бушея другим представителем этого направления. Её брат Маркиз де Мариньи ведал всеми строительными работами, которые велись за казённый счёт. Маркизой сама вела большие строительные работы в различных имениях и усадьбах. Король Людовик был равнодушен к литературе, но сама Маркиза знала в ней толк. В её ближний круг ходили писатели Дюкло и Мормантель. Старого Кребиона она спасла от нищеты, предоставив ему должность библиотекаря. Она заступала за энциклопедистов и за энциклопедию. Вольтер восхищался ею, хотя в то же время и посмеивался над её мещанскими манерами.